Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. На часах у нас уже 12.06. Второй час мы в эфире и переходим к нашей следующей теме. Сегодня к нам пришел в гости Дмитрий Огородников. Это координатор Организации волонтеров поисковиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, напомню наши координаты. 708-502 – это номер для ваших звонков. Если вам есть что сказать, то смело набирайте нас. Это, конечно же, прямой эфир. И есть еще номер для ваших смс-сообщений. 808-909-720-101-0. Надумайте писать, обязательно подпишитесь. Сейчас еще все продолжают все-таки ходить в лес и так далее. Может быть, вы попадали в какие-то жуткие ситуации. Я вот, кстати, помню на своем опыте, что у нас была дача. Ну, дача даже, да. Что-то... Это Денис Князь смеется. Наш звук режиссер. Мне, кстати, не нравится, что все называют в Кирове дачи свои садами. Ну, то есть есть... Всем у нас другая, Игорь, ближе к сути. Да, окей, ладно. В общем, суть в том, что у меня были такие моменты, когда меня папа в детстве водил в лес, и мы как-то там однажды так заплутали немножко. Но я в тот момент почувствовал, а что бы я делал? Ну, то есть совершенно не подготовленный. Были у вас какие-то такие случаи или нет? Или нет? Это 7802 номер прямого эфира, 899-720-101-0. Можете рассказывать в смс-ке. Вот, кстати, я как-то вот даже и не представляю. Остался ты в лесу один, и что делать? Для этого нужно смотреть Сибир Гриллс. Дмитрий, что делать? Вот лес пошел за грибами. Сейчас как раз такое время, да, подходящее для этого. Наверняка многие слушатели ходят. На самом деле, да. Когда вы отправляетесь в лес, большое пожелание всем радиослушателям. как минимум, как минимум, сообщить кому-то, куда вы отправились, в какой район, когда вы планируете вернуться. И подстраховаться, взять с собой абсолютно простые необходимые вещи. Это спички, какую-то небольшую провизию, воду. Очень важно, хочу отметить, взять не чай, не морс, а именно воду. Потому что во время прогулки по лесу может попасть что-то в глаз и просто даже промыть глаз и прочее. И, конечно, нужно обязательно взять какие-то навигационные средства. Даже просто компас, он доступен всем. Вот когда оказываешься в лесу, и ты понимаешь, что потерялся, ну все. Черт его знает, куда идти. Что нужно в первую очередь делать? Кто-то ведь говорит о том, что сиди на месте, и все, тебя обязательно найдут. Тем более, если ты сказал, что ушел, пропажа твоей точно станет известна очень скоро. Есть те люди, которые начинают паниковать действительно, или пытаются вспомнить со школьных рук ОБЖ, что тут растет мох, поэтому нужно идти туда. Что делать-то? Если, ну вот видите, даже вот если сейчас подводить итоги, потому что в предыдущий раз мы были в начале сезона, и у нас не было позади ни одних поисков, сейчас уже у нас какой-то есть опыт, и можем уже разговаривать. Ну, то есть это такое как раз продуктивное лето. Да, это был, как сказать, наш первый сезон со времен, так сказать, организацией нашего отряда. И что бы хотелось сказать, как действовать? Некоторые люди, вот в основном можно поделить всех потеряшек на два возраста, я бы сказал. Те, которые пожилые, и те, которые молодые. И те, которые помоложе, они всегда, даже если бы им рекомендовали оставаться на месте, они все равно ищут выход, выходят на какие-то дорожки, и как в результате все равно сил хватает, они куда-то выходят. На какой-то ориентир, на какую-то вышку, может быть, сотового оператора, что-то увидят и выходят. По-живым, конечно, сложнее. Они, ну, если видят, что они никуда не могут выйти, они садятся возле дорожки, что является очень правильно, садятся возле дорожки и ожидают спасения. Ну, вот давайте, может быть, прям по примерам пройдемся, ну, какие-то случаи вот с прошедшего лета, чтобы мы, ну, не знаю, на живых примерах как-то ориентировались. Пример, да, 80-летняя. Бабушка, да? Сколько она провела? Шесть, шесть, семь дней в лесу. Да, на самом деле, да, это вообще очень... Это наш был первый случай такой положительный, который нас очень вдохновил на то, что не надо терять никогда надежду. Но случай, конечно, не радостный для того, чтобы вдохновить, но для опыта, наверное, неплохо для вас. Ну, почему он был радостный? Почему? Потому что прошло очень много времени, и очень многие, они уже потеряли надежду найти бабушку живой. Вам обратились родственники, да? Нам сообщили сотрудники полиции. Они сказали, что вот, пропала бабушка, мы выезжаем в Куменский район, присоединяйтесь к поискам. И мы собрали отряд и присоединились к поискам. Почему ее искали так долго? Потому что у сотрудников полиции ушло очень много времени на то, чтобы выяснить, что она именно в Куменском лесу. Потому что изначально вводная информация была о том, что она просто вышла из дома своей квартиры, в Новоавиатской, с улицы Советской, и все. Поэтому были опрошены сотрудниками полиции кондукторы, водители, все направления прорабатывались. И большинство, большая часть времени ушла именно на это. И когда стали искать, обнаружили ее буквально где-то километров в двух от ближайшего садового общества. Просто у нее уже не было сил. Каким образом она провела в лесу шесть дней? Что она делала? Шесть дней, да, действительно? Да, на седьмой сутки ее нашли. Там же нужно ночевать. Я летом спал на улице, извините, но это очень холодно. Да, она говорила, что пила воду из луж. И было, конечно, не очень, так сказать, смотреть привычно на такого человека. Она была вся искусана, была грязная вся. И очень было жаль. Но, по крайней мере, она сохраняла твердость духа, что было очень важно. И когда мы ее несли на носилках, сооруженными гимнастерки, просто просунули палки. Несли, она так ободряла нас. И уже перед дверями скорой помощи махнула так рукой на всех и сказала, я вас всех отблагодарю. Поэтому поразительная бодрость духа, когда, я не знаю, 81 год, я, наверное, буду просто сидеть в кресле-каталке уже и все. Ни в какой лес, ни в какие-то Куменские районы, это будет просто моей мечтой. Как можно в шесть дней провести в лесу? Ну, я не знаю, об этом нужно снимать кино на самом деле. Вот у нас самый интересный случай прямо под носом, мы на них зачастую не обращаем внимания. Что можете еще рассказать интересного из вашего опыта? Теперь уже, можно сказать, такого серьезного, потому что лето прошло. Что у вас появилось на вооружении? Сколько у вас людей? Надо, чтобы вы об этом всем рассказали, потому что я уверен, что люди будут присоединяться. Ну, вот в настоящий момент, так сказать, по списку, нас порядка 12-13 человек. Но, видите, как осуществляется как отток, так и приток. Вот, например, буквально, наверное, месяц назад к нам присоединился молодой человек, он нашел нас по группе, сказал, ребята, я хочу участвовать в ваших мероприятиях, то есть хочу помогать, спасать людей, помогать им найти выход. И он участвовал в поисках, по-моему, только в одних. И когда пришли следующие поиски, я скидываю ему смс, перезваниваю, и у него берет руку мама и сказала, что он уехал в Питер, поступил учиться на МЧС. То есть получается, что он решил сделать это своей профессией и заняться этим профессионально. Вот. И в связи с тем, что начался учебный год, тоже у нас ребята, они некоторые пошли учиться, и вот сейчас сентябрь, конечно, он стал по количеству поисков более активный. В сравнении с июлем и августом. Ну, это все-таки грибы эти поганые виноваты, видимо, и так далее. Ну, почему? Их нужно собирать вкусно. Нет, ну, я так, я так. Можно делать это с сарказмом, конечно, но я действительно представляю, какое колоссальное количество народа сейчас выбирается в леса, и какая часть из них может теряться. То есть, я так понимаю, что у вас около десятка человек стабильно всегда бывает? Это по списку. Но когда приходят поиски, могут, к сожалению, не все, не все могут присоединиться, потому что поиски, они могут прийти в любой момент. Они могут прийти в понедельник утром, могут прийти в пятницу, когда у тебя уже планы на выходные, могут прийти в выходные. И всегда приходится отказываться от каких-то привычных планов. Но само то чувство, когда тебе сообщают, что потерялся человек, и он сообщил о себе, что он нуждается в помощи, там, ну, такое сложно передать, когда ты еще знаешь, как помочь, у тебя есть средства, как помочь, что нельзя оставаться на месте. А больше по собственной воле вы это делаете, да? То есть, ну, в смысле, это безвозмездно? Да, совершенно верно. Это как? А как вообще пришла в голову мысль эта, то есть, с чего вдруг? Ну, это же извечный вопрос. Надо делать это для чего-то. То есть, никто никогда в жизни не поверит, тем более, когда мы уже... В чем вы столкнулись, что вы пришли к этому? Ну, мне задавали этот вопрос на предыдущей программе, когда мы были здесь. Но, знаете, не было какого-то такого предвещающего случая, чтобы мы приняли решение создать такой отряд. Просто легло на сердце, вот так, легло на сердце, и я вспоминаю, что когда... Паша, у вас есть какая-то основная работа, да, еще? Да. Что вы делаете? Ну, я предприниматель. То есть, это совершенно... А говорят, у нас предприниматели безответственные, посмотрите. Совершенно никак не связаны с этим, да? Нет, никак не связаны. То есть, вы решили как-то что-то людям как-то помогать? Ну, давай не будем искать никакую подоплеку. Ну, откуда вы черпаете вот кадры? Они в основном, откуда люди приходят? В основном это друзья, знакомые, просто рассказывая о своем увлечении, то есть, рассказывая о том, что есть на сердце, и люди... Очень много, так сказать, людей сочувствующих, которые, да, вы молодцы, вы делаете все правильно, но когда доходит дело до реального участия, там, в поисках, отправки в лес, многие, ну, как сказать, что-то... Ну, не соглашаются идти. Вот еще мне что интересно. Я просто часто вижу, у нас московские коллеги, да, они постоянно этим занимаются, ну, вот в радиостанциях Москвы. Есть там у них своя группа, они тоже постоянно ищут в лесу летом, осенью. И как-то... Я понимаю, что у них больше для этого ресурсов. В связи с этим, вот, наверное, такой вопрос. Они собираетесь как-то выйти там в интернет, там, сайт, что-то еще, чтобы больше людей привлекать к этому и информировать о том, что, к примеру, сейчас мы ищем такого человека, там, какую-то информацию давать. Вы же это делаете, да? Да, мы это делаем, на самом деле, действительно, у нас есть группа ВКонтакте, она называется «Поиск 43». Все активные поиски мы туда выкладываем. Более того, мы стараемся выкладывать туда фотоотчеты из поисков, размещаем там информацию о предыдущих поисках, о грядущих, где мы встречаемся, во сколько мы встречаемся. Все это стараемся там выкладывать. Я помню только единственный случай, жила я тогда в Петербурге, потерялась маленькая девочка, и там было огромное количество волонтеров, которые приезжали, ну, прямо там с пяти часов утра, потому что это была зима, темно еще, и, ну, огромное количество просто людей неравнодушных в Кирове. Как люди так же легко соглашаются помочь? Ну, здесь как-то, ну, когда мы столкнулись с этим, мы думали, что будет масса людей, которые захотят участвовать в этом, но когда, вот я говорю, дело доходит до реальных поисков, когда на улице что-то запланировано, очень многие отказываются. И, скажем так, наш рекорд, рекорд нашего отряда по активности, это у нас собралось 10 человек, и трое из них были на квадроциклах. Я считаю, что это, ну, неплохое подспорье сотрудникам полиции, когда они осуществляют поиски. Ну, мне кажется, они вообще должны быть вам жутко благодарны, даже исходя из того, что у вас будет там даже не 10, а двое. Им всегда приятная инициатива снизу, на самом деле, насколько я знаю, они всегда положительно к этому относятся, что люди каким-то образом пытаются с ними взаимодействовать. Что, что я опять сбился в смысле? Да, кстати, давно не объявляли номер 708-502. Может быть, вы хотите стать волонтером и как-то посодействовать в этих добрых делах, можете к нам позвонить и как раз вот с координатором организации волонтеров-поисковиков, Дмитрием, пообщаться прямо в прямом эфире. 708-502, наш номер телефона. Если вы как-то стесняетесь позвонить, можете написать само сообщение на номер 8-909-720-101-0. Не забудьте подписаться. Да, у нас на линии Жанна Важанина тем временем появилась. Это координатор организации в интернете, в частности, отвечает за страницу ВКонтакте как раз. Да, Жанна, добрый день. Здравствуйте. Да, ну, то есть вот такая вот роль у вас в этой организации. Вы работаете с соцсетями в интернете. Насколько эти направления, они способствуют, помогают? Насколько вы там активны? У нас создалась группа. Вот активно народ туда вступает. К сожалению, мало делают репостов, но страницу посещают регулярно. Люди пишут сейчас о своих пропажах, то есть размещают объявления, причем даже стали появляться объявления из других городов. Мы напрямую с сайтом МВД сотрудничаем. То есть когда у них появляется какая-то информация, мы ее размещаем у себя в группе. И люди могут видеть. Как у вас называется группа ВКонтакте? Поиск 43. То есть мы пытаемся сегодня также выяснить, насколько люди активны в Кирове, по сравнению даже с другими регионами. Ну, к сожалению, по сравнению с другими регионами малоактивны. Ну, мы предполагаем, что у нас не было каких-то крупных поисков. То есть чтобы поиск был там освещен везде в средствах массовой информации, там в интернете, таких поисков еще не было. И поэтому, может быть, люди мало знают о существовании волонтерского движения. Дмитрий, сейчас ведутся какие-то поиски на сегодняшний день? Да, сейчас есть активные поиски. Последний раз мы ездили в Баташи. И я недавно связывался с родственниками. До сих пор человек не найден. Кто? Мужчина. Его зовут Вячеслав. Так сказать, дедушка. Ему где-то, по-моему, восьмой десяток лет. Отправился за грибами. И вот со вторника, прошлой недели, его еще, вот уже целую неделю практически его нет. Это единственный случай сейчас, да? Нет, есть еще те поиски, которые не найдены. То есть мы все равно считаем их активными до сих пор. Ну и, соответственно, в интернете, тоже ВКонтакте, где эта вся информация находится. Ну что, Жанна отвечает как раз за это. Жанна, спасибо вам большое за ваши комментарии. Жанна Важенин, это координатор организации в интернете. То есть если кто-то пропал, с вами связываются, получается, правоохранительные органы, да? То есть вы с ними сотрудничаете, и цепочка, она вот такая вот. Да, ну сейчас вот в последнее время стали люди больше, конечно, нас узнавать, узнавать о нашем отряде. И вот уже было пара звонков именно от родственников напрямую, которые ищут своих детей, родственников, которые уже давно пропали достаточно. То есть, скажем так, год назад. Год назад. Но у вас работы продолжаются? Или у вас просто... Нет, мы беремся за... Такая, что вот мы еще не нашли, считается, что еще поиски гипотетически ведутся. Почему нет? Когда, ну конечно, если прошло времени уже больше месяца, и есть другие поиски, то на тот поиск мы уже не выезжаем. То есть полиция, они сами уже не ездят на те поиски. Но сейчас все ваши силы направлены, чтобы найти мужчину... Да, это последний наш поиск. Больше никаких сейчас поисков нет? Нет. Никакие не ведете? Есть ненайденные люди. В основном это люди взрослые, да? Да. Бабушки, дедушки как раз в такой возраст, 70-80 лет. Да, к сожалению, да. Детей нет? Нет. И не искали? За практику у вас пока, слава богу, не было? Да. То есть за тот период, когда организовался отряд, у нас пока не было поисков детей. Как думаете, все-таки люди как-то активнее реагируют на такие случаи, идут в качестве волонтеров искать в зависимости от того, кого ищут? Потому что опять, ну просто у меня был единственный пример, как мы искали эту девочку, к сожалению, нашли ее, она была не живой. Люди, может быть, как раз реагировали, потому что это ребенок. Ну то есть какие-то чувства, да, возникают. Когда взрослые люди, то ну как-то не так реагируешь. Ну, я думаю, это, конечно, имеет место быть, к сожалению, потому что еще, ну, может быть, люди, конечно, так лицеприятные и больше трогают, когда это ребенок беззащитный, который даже не сможет сориентироваться, не сможет как-то себя защитить, противостать там голоду, холоду. Вот, и, конечно, менее реагируют, когда люди уже взрослые, тем более пожилые, к сожалению. Вот у меня такой вопрос по поводу технической оснащенности, все-таки, как у вас дело обстоит, но это, может быть, еще касается тех людей, которые собираются с вами заниматься поисками людей. То есть что необходимо еще может быть, как они могут помочь? Вот, когда мы были здесь последний раз, ну, и первый в начале сезона, вот мы, конечно, очень активно призывали людей как-то поучаствовать, помочь нам, потому что вот мы приводили цифры, что, допустим, даже один навигатор туристический, он стоит достаточно немало деньги, то есть это 13 тысяч где-то, 13-14 тысяч. Вот, но на сегодняшний день, вот, мы, нам удалось собрать кое-какое оснащение, мы имеем у себя в реквизитах, скажем так, 6 радиостанций, один пока туристический навигатор, но этого, как сказал, на первое время нам достаточно, всем остальным мы раздаем компасы. Вот, откликнулась одна фирма, вот, по пошиву спецодежды, и они снабдили весь отряд, выдали нам светоотражающие жилеты сигнальные фирмы спецпошив. Конечно, хотелось бы им поблагодарить за это. Как сказать, ну, конечно, не очень так, как сказать, для нас это, может быть, для них и незначительный вклад, но для нас это очень значительный, потому что любые, даже вот эти простые батарейки для радиостанций, ракетницы, все, все в настоящий момент мы приобретаем на свои деньги. И чего не хватает вам, может быть, такого из существенного? Хотелось бы еще нам навигаторов туристических, потому что, когда участвует чуть большее количество людей в поисках, то мы делимся на группы, и одного навигатора недостаточно. Его достаточно, когда 4-5 человек участвуют в поисках. Вот, ну, конечно, еще, может быть, радиостанций, вот, ну, и дальше квадроциклы. А что будете делать впоследствии зимой? Или там поиски приостанавливаются? Если будут приходить сигналы о поисках, мы будем участвовать в них и зимой. Ну, то есть это круглогодичный? Да, мы не прерываем, как там, свою деятельность, никуда не уходим, там, ни на каникулы. Все, связь у нас есть, полиция. И хотелось бы, если вы позволите, небольшое такое внимание уделить нашим отношениям с полицией. Когда вот мы были здесь, опять же, первый раз, мы еще не знали, как все это делается. Мы знали, что у нас есть информатор, он сообщает нам. Но когда мы начали участвовать в реальных поисках, стали общаться с самими сотрудниками, кинологи, которые приезжают на поиски. Если честно, вот я был настолько приятно удивлен отношению полиции к поискам. Потому что у нас, честно говоря, принято ругать. Да и я сам, чего-то ведь, очень так нелестно думал о сотрудниках полиции. Думал, что они все это делают для галочки. На самом деле я был настолько удивлен, как они добросовестно выполняют свою работу. И даже не сказать, что для них это работа. Они инициируют там новые квадраты, которые находятся на таком удалении, что ты уже сам задумываешься идти туда или нет. И вот их устремленность, на самом деле, хотелось бы отметить, что у меня, так сказать, такой миф развенчался. Я хочу сказать, что, наверное, я бы хотел, что если бы я потерялся, меня искали вот такие сотрудники полиции. Вот мы сейчас как раз-таки, знаете, и вас похвалили, и полицейских похвалили, что вроде бы и теряться-то уже не страшно. Но все-таки не забывайте о том, что если вы идете в лес, о каких-то совершенно обычаи, обыкновенных мерах предосторожности, в частности, по-правильному сказали, ну да, вода, берите с собой в первую очередь воду. И не забывайте своим родным и близким сообщать, поконкретнее, куда вы собрались пойти. Вопрос у тебя был по поводу зимы. Ну и зимой же, мне кажется, вы должны еще более активно работать, потому что если здесь можно провести 6-7 дней летом в лесу, то зимой, извините, там сколько, сколько протянешь. Сугробы, холод. Об этом поговорим весной. Я не знаю, сколько будет поисков зимой и какими они будут, лесными или еще какими-то. Посмотрим. Ну что, успехов вам, ну и призываем опять же людей, да, присоединяться к вам, кто хочет стать волонтером. Да, кстати, страница ВКонтакте, я что-то как-то долго ее искал, но неправильно, видимо, поиск 43, это через слэш прямо в строке поиска. Называется поиск людей в город Киров, да, все так. Да, присоединяйтесь. Тоже я вступил, не могу вот ей обещать, потому что я человек абсолютно бесполезный и бессовестный. Если вы не такой, как Игорь, то ищите там в группе Жанну. Да, обязательно вступайте. Уважение, но это координатор как раз организации, которая работает с волонтерами в интернете, ну и Дмитрий Огородников, координатор организации, волонтер поисков. Если вы тоже можете каким-то образом поддержать организацию, ну, слышали вы, чем вы можете помочь, тоже делайте это. Ну, я призываю просто, не знаю, обеими руками. Это действительно важное и нужное дело, потому что не гоже, когда у нас 81-летняя бабушка теряется в лесу 6 дней там. Ну, это как, в общем, это кошмарно. Ну что, спасибо вам большое, Дмитрий. Да, все, вы хотите еще что сказать? Нет? Или попрощаться со слушателями хотите? Я бы хотел обратиться ко всем неравнодушным людям. Вы знаете, мы всегда, как сказать, хватаемся за голову, когда беда уже стучится к нам. В дверь. Но, знаете, если она постучалась в чудо-дверь, не значит, что она не постучится в вашу. И если, может быть, у вас там кто-то терялся или пропадал из родственников, вы точно так же можете поучаствовать в спасении других людей, в чьих-то родственников, в чьих-то родных людей. Поэтому можете звонить мне на сотовый. Можете озвучить, если хотите, да? 49-97-96. Звоните, мы будем рады даже тому, если вы за весь сезон сможете выбраться всего лишь на одни поиски. Это уже будет большая поддержка и большая помощь для нас. Спасибо вам большое. На рекламу мы уходим. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удильный, Игорь Рысев. А сейчас у нас время викторины, истории создания. К нам уже пришел Роман Веселков. Здрасте. Ну вот это наша любимая познавательная викторина «История создания». Я хочу напомнить, что до этого мы вспоминали исторические улицы города Кирова, как они появились, как они назывались, как они разрастались. И хочу всех поздравить с тем, что улицы у меня кончились. То есть не то, что у меня. Мы с вами прошли краткий курс истории о улицах города Кирова и Вятки. Сегодня я загадаю вам историческое здание. Ого, я был не готов к этому числу. Я тоже не был готов, но вот последние два часа я потратил на это. Итак, ваша задача понять, о каком историческом здании Вятки я сейчас расскажу, и позвонить в студию по телефону 708-502. 708-502. И тот, кто первый даст правильный ответ, получит подарок настоящему гурману, любителю дружеских посиделок в комфорте и уюте, сертификат на 1000 рублей, которым вы можете расплатиться в одном из ресторанов «Вятич». Это вот когда неспешная беседа переходит во что? А? В праздник гурмана. Вы, кстати, Светлана Удельная побывали в одном из заведений «Вятич»? Почувствовали на своей тонкой коже прелесть смены блюд? Прочувствовала, да. И так, друзья. Всеми клетками тела своего. Что-то вы какие-то вялые сегодня. Давайте я вас потом, Вятич, свожу, накормлю. Начну я вот с чего. Архивные сведения 1835 года сообщают, что здесь на месте здания, которое загадал, стоял двухэтажный дом, принадлежащий солдату Гульну. Потом усадьбой владела Слободская мещанка Буркова. Может, это вам знакомая фамилия, поэтому так сообщаю. Если так, то быстрее берите свой телефон и звоните. Ну что ж, это же мещанка Буркова. Ну что ж, как же догадаться. А потом же в 1910 году зданием завладел некто Зонов, весьма распространенная вятская фамилия, и развернул в этой усадьбе строительство, и уже потом построил в этом доме старообрядческую молельню. Именно это здание связано историей старообрядцев на Вятке. Хочу рассказать немного, кто такие были старообрядцы-то. Давай, расскажи, расскажи. Ну, вообще на Вятке распространение получило староверие поморского направления, и этим староверам было, скажем так, разрешено строить свои молельни. Хочу обратить внимание, что тема именно молитвы в доме старообрядчества представлялась довольно ярко вот в тот момент. То есть это такое закрытое вероисповедание. Старообрядцы никогда не распространялись о своей вере. И вот поэтому вот именно эта молельня в этом здании так была важна для старообрядцев. Они там собирались. Вплоть до 30-го года, я хочу сказать. Такое местечко намоленное. Да. Советская власть тоже старообрядцев сразу не гнала, потому что вроде как они против официально православной. Но не то, что бы против. То есть смотря так, и сомнительный парень, для них это было и на вере, да? И поэтому советская власть сказала, ну, раз вы против официальной вроде православной церкви, даже видя, ну, до 30-го года именно в этом здании была молельня. А потом уже в 30-х годах, естественно, всех разогнали. Там, туда въехала детская спортивная школа. Там в свое время, я хочу сказать, тут даже есть запись, что там построили тренировочный зал в подвале, баню, сауну с бассейном. Это на месте намолено, представляете, какая была? Я сейчас, старообрядцы до сих пор есть, я думаю, что они сейчас меня слушают. А также здесь была мастерская гармоний. И вот сейчас здание сохранилось по сей день, оно красного кирпича, достаточно огромная усадьба. Красивое здание. Да, на улице... Мне кажется, не надо говорить. Ну, у меня просто три варианта ответа. Я хочу сказать, что это здание смотрит на дом, в котором жил когда-то великий писатель Салтыков-Щедрин. Ну, боже мой, сейчас грех не догадаться. Я даю три варианта ответа. А, господи, господи. Я даю три варианта ответа сейчас, секунду. Это здание управления ФСБ по Кировской области, это здание детской филармонии, или то самое здание, где сейчас магазин чародейки. Это не реклама, это так слово, я просто... Так сложилось. Что делать, так сложилось. Ваши варианты ответа, пожалуйста, наш телефон 708-502. Кстати, вот касаемо Салтыкова-Щедрина. Оказывается, в свое время Салтыков-Щедрин, будучи следователем, ввел дела по погонениям старообрядцев и засадил несколько старообрядцев в кутузку. Есть даже запись на документе подписью Михаила Салтыков, там написано «Пороть». А потом, видимо, я стал Щедриным еще, чтобы его прошлые всегда были. Ну да, вот видите, писатель-онародник, а ведь порол. Итак, у нас есть звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представься, пожалуйста. Меня зовут Александр. Александр, ну вот я хочу... Вы вообще какой веры-то? Православной? Ну, я придерживаюсь православной традиционной. Ну, дать придерживаться, это вроде как сейчас модно, скажем так. Да, это тренд теперь. Ваш вариант ответа? Мой вариант ответа – это детская филармония. Ну, вы абсолютно правы. Я, конечно, может быть, очень смело сказал про Салтыкова-Щедрина, но я не мог не упомянуть тот факт, что Салтыков-Щедрин старообрядцев гонял. Это мне понравилось. Да, вы абсолютно правы. Это здание теперь детской филармонии. Тот самый замечательный наш первый мэр Михеев, как же его звали-то, господи, напомните мне. Это знаешь, так... Анжеля Михеев. Да, в 91-м году здесь официально завершил детскую филармонию, и вот туда ходят дети. Я знаю, что Салтыков-Щедрин смотрел в окно свое и говорил, опять пошли старообрядцы. И плевался в них, и писал свои пасквили. Да. Вот так и родилась история одного города. Ну, я вас поздравляю. Вам достается подарок настоящему ценителю хорошей кухни. Все эти рестораны «Фвятич». Да, это одна тысяча рублей. Можете ее смело сегодня же проесть. Это... Ну, я вот люблю туда ходить. Там большие порции. Сыто. Ну, а сейчас, опять же, праздник веселый. Октоберфест. В честь этого сварили замечательный напиток. Октоберфестивальный. Многие тоже радуются. В общем, приходите сегодня, берите друзей, потому что на одну тысячу рублей можно не только себя накормить, но и друзьям показать. Спасибо. Отличный у вас конкурс. Очень рад в нем поучаствовать. Вам спасибо. Вот я думаю, что это неплохая сейчас традиция, пойдет загадывать здание. Это казалось интереснее, чем загадывать улицы. А вопрос у меня к вам. Вы первый раз к нам звоните, да? Были у вас до этого попытки? У меня попытки были на все конкурсы. Иногда я имел неправильные ответы, но вот тут я как-то вот... Получилось. Ну, видите, если все-таки долго мучиться. Вторник, четверг, я слушаю вашу передачу, мне нравится этот конкурс. Ну, прекрасно. Прекрасно. Я пойду прослезюсь пока, потому что редко говорят что-то хорошее по поводу нашего присутствия в средствах массовой информации. Всем спасибо, давайте разойдемся до четверга. Ну, а ты расскажи, в четверг что-то загадаешь. Что же это будет какой-то дом, да? Конечно, дом. Ты уже придумываешь что-то. Я, когда начал этой темой заниматься, обнаружил нереальное количество домов с такой огромной историей, длиннющей. И мы ходим мимо этих домов, мы абсолютно не знаем ничего про это. Слушай, ну смотри, а когда у нас закончатся дома? Когда закончатся дома... То мы уже состаримся. Пойдут новостройки по программе области и города при наших замечательных городоначальниках и управлении... Там уже будут какие-то, знаешь, эти в чистых прудах, там мы какие-нибудь загадывали. Мы еще долго не закончатся. В этом доме Илюха первый раз поцеловал Нинку. Да-да-да, при том, что Илюха и Нинка это будут очень серьезные персонажи в Лейкировской области. Как минимум писатели, губернаторша. Ох, ребята, пойдемте уже отсюда. Светлана Удельна и Грысев, и Роман Веселков были с нами в истории создания. Вообще-то, это программа «Дневный разворот в Кирове». И, как всегда, мы с вами слышимся уже в следующий четверг. Будьте с нами. Пока.